Микс Ньюс В гольф приходят по разным причинам Пять часов на свежем воздухе, в приятной компании В том числе прагматическим Кто-то приходит в гольф за мужем, кто-то за бизнесом Но одного не отнять Такой ползнакомых в гольфе, что в принципе они уже точно не пропадут в жизни А все потому, что В гольфе человек открывается И уж точно можно сказать Попробовал один раз и в принципе зацепило так, что Каждый вторник Слушайте программу АП Гольф Ответим на все вопросы о гольфе Можете пояснить поподробнее, что такое Кадди В 15.30 на Радио Болком Добрый день, дорогие радиослушатели В эфире передача АП Гольф Мы проводим в этом сезоне уже крайнюю передачу Ее ведущий Виктор Афштальт Который на счет находится у нас онлайн Добрый день И Александр Петров, который тоже находится оффлайн Сегодня в гостях у нас Очень известный в мире гольфа человек Ну и не только в мире гольфа Ну мы просто как гольф передача Это Лидия Гаврилова Это гольфистка с большим стажем Член латвийского Как называется ваша организация? Женского гольф-клуба Латвийский женский гольф-клуб Да И мы, наверное, вначале поговорим про Лиду Лида, вот как Как попала в гольф? Здравствуйте, радиослушатели Во-первых, прекрасный сегодня день Как раз день, который для гольфа очень подходящий Не очень жарко, но солнечно Как я попала в гольф? Попала в гольф давно, 20 лет назад Попала, конечно, благодаря своему мужу Виталию Гаврилову Он первый в нашей семье начал играть в гольф И он меня туда, как говорится, затянул Потому что вообще мы с мужем очень давно живем 53 года И мы, и все отпуска мы проводим вместе И мы вместе очень давно И я не хотела отставать от него и в гольфе Потому что, уходя на гольф Муж пропадает на много часов И хотелось быть рядом Поэтому я взяла и научилась Это была первая причина Ну, а вторая Вторая была уже за здоровьем Когда у меня была операция на позвоночнике Я гольфом себя поставила И не получила инвалидную карточку Хорошо Это как давно было? 20 лет назад 20 лет назад Виталий был у нас в гостях Он рассказал нам Гостем был Виталий И он у нас пока рекордсмен По посещению разных стран По посещению гольф-полей Из всех интервью, которые у нас были За эти 10 или больше даже передач Которые мы проводили Ну, никто его не перебил Он считал, если не ошибаюсь 156 или сколько Я уже не помню Ваш рекорд Есть ли он Сравнение Думаю, думаешь, он один ездил? Да Я сразу Виктор, я хочу сразу сказать Что ездим-то мы вдвоем с ним По всем этим полям И играем Поэтому Но единственное, что он Меня на одну страну точно больше Мы вообще 58 стран посетили И у нас больше, чем тысячи всяких полей Потому что во всех этих странах Например, европейских Мы по многу раз были И на многих-многих полях Поэтому Вообще В нашей копилке Очень много полей И все Но вот где он был А я не была Это он играл в Китае Он туда ездит Достаточно часто В командировках И вот там Он играл в гольф Несколько раз А я в Китае И не была И не играла Поэтому вот тут Я отстаю от него Ну Лидия Это Позный разговор тогда Да Как, как Это так Ну Так получается Лида у нас Лицо обложки В выходящем Вот буквально Наверное Через пару недель Это Гольф-журнал АП Гольф Который распространяется Бесплатно И Можно спокойно Прочитать более Про жизнь Лиды в гольфе А сейчас Мы, наверное Перейдем к Женскому гольф-клубу Правда, Саша? Женскому гольф-клубу Да Давайте я вам расскажу Женщины Начинайте играть в гольф Вступайте в наш Женский гольф-клуб Это замечательная Организация Которая дает Возможность Во-первых Вместе красиво Провести время На красивых площадках На красивых полях И с хорошей компанией И самое главное У нас есть такие Турниры Женские отдельно Где мы только Женщины Играем Мы ездим Выездные турниры Организуем И опять Только женщины И за это время Что только Мы не обговариваем И семейные дела И детские проблемы И здоровье И красота И уход за кожей И так далее То есть Чисто по-женски Мы имеем Такой шанс Между собой Женщинами Как говорится Между собой Девочками Все обсудить И одновременно С интересом И азартом Играем Узнаем новые поля Ездим куда-то И очень весело Проводим время И это нам дает Такой запас Энергии Бодрости Жизнерадостности Это не передать Поэтому всех приглашаю Нас сейчас 62 женщины В клубе Да Когда вы начали Начали Мы Начали В 2002 году В 2002 году Мы образовали клуб Нас было 15 женщин Которые Учредили Устав клуба И организацию Эту зарегистрировали Ну вот Я одна из этих 15 Дайга Пуйси Ты тоже была Илга Тыкнус Винетта Рука Кто еще у нас был Инетта Имша Кродера Ну в общем Много было 15 женщин Которые мы собрались В парке Узора Кстати Там был Мини-гольф В свое время Маленький клуб Если кто помнит И вот там мы как раз Образовали Наш женский гольф-клуб И после этого У нас Винетта Рука Была первым президентом Потом была Ингридо Пилотзе Потом я Я была президентом клуба Наверное лет 5 Почетная история И сколько я Следил за женским Клубом У вас соревнования По всей Латвии Латвии Вы не только едете По полям 18-ти луночным Но едете По Да Да У вас чемпионат Мне кажется Один из самых длинных Сезонов у вас Да Действительно Я вам говорю Мы женщины Мы любим проводить Время вместе Причем этот вот такой Актив Или костяк Нашего клуба Который Значит С удовольствием Ездит Действительно Во все И даже 9-ти луночные поля Например В Валмере Мы любим посещать Потому что там Рядом домики Где мы можем Там переночевать Второй день Выйти опять Рядышком на поле Там замечательная Атмосфера И мы Действительно Любим Вот ездим И в ОТЭПе играть И в Нитвола В Эстонию И в Литву И с женскими Гольф-клубами Литвы Вернее У них нет такой Организации Женский гольф-клуб Просто женщины Которые играют В гольф И мы с ними Связывались Мы имели Отдельные чемпионаты С эстонскими Литовскими И финскими Женщинами У нас был Такой круговой Чемпионат Много лет Но потом Значит У нас Литовцы Все время Литовки Все время Проигрывали Проигрывали И они сказали Нам нечего С вами Соревноваться Они устали Значит Быть последними И вышли Из этой Как сказать Из этого турнира Но это так А в принципе Они тоже продолжают Играть Мы встречаемся И они приезжают К нам В латвийские Гольф-поля Мы очень дружим Главное Что без мужиков Да Я считаю Во-первых Это интересно Проводить время Между собой Вот по этим Потому что я вам говорю Это можно Обсудить еще Массу вещей Но а с другой стороны Точно Вы можете всех Поспрашивать Мужчин Мужей наших Которые играют В гольф Они завидуют Нашей сплоченности И нашей дружбе На поле И они говорят Вот у нас клуб И мы тоже Члены клуба Там того или другого Но у нас нет Такой дружеской Обстановки У нас нет Такой Задора Такого Как в вашем Женском клубе А большое количество Каждый год Подключается В ваш клуб Женщин В этом году Только что Этой весной Вступили двое Две женщины Вот только что Последняя Вступила Ну буквально Восемь дней назад А сложно вступить? Надо писать заявление И правление Нашего клуба Рассматривает Это заявление Затем надо Заплатить Взнос Вступительный И потом Годовой взнос Это на поддержание Клубный взнос Ежегодный Серьезно? Ну как и во всех клубах Это же одинаковый подход Во всех гольф-клубах И мира И нашей Латвии Да Это одинаковый подход Это не так Большая сумма Как некоторые говорят Что гольф Это очень дорого Нет, не бойтесь этого Можно очень экономно Все сделать Если подумать И если посчитать Как и всегда Как и на питание Некоторые тратят Я не знаю Сколько денег И все время считают Что это так и надо Что это очень дорого Все происходит А другие женщины Обходятся минимально Но зато готовят больше Сами И у них суммы Гораздо меньше Так и гольф Можно Экономичный вариант выбрать Если говорить о полях Уже мы затронули Эту тему Любимое латвийское поле И любимое Если есть такое И мировое Куда хотелось бы вернуться Еще раз Если мы говорим Про Европу Или даже весь мир И где все-таки На каком поле Играется Может лучше Или оно любимее Или дольше Ну конечно Я начала играть в гольф Когда в Латвии Было вообще единственное поле Это клуб Вестури В Яумарупе Гольф клуб Вестури Это девятилуночное поле Оно было первое в Латвии И оно до сих пор существует И все И я член этого тоже клуба И уже 20 Теперь уже Они в 98-м открылись Я вот в 99-м начала играть Поэтому достаточно давно Но я бы не сказала Что я его Это мой родной клуб Там вопросов нет Понятное дело Что я там часто играю И все Но он не идеальный Потому что 9 полей Идеально считается Стандартное поле 18 полей Поэтому с этой точки зрения Конечно ОЗО мне нравится больше То есть Юрмалу играли в Юрмале? Конечно я играла в Юрмале Тоже в новом гольф-клубе Я считаю там условия Травы, гринов Замечательные Все хорошо Но мне не нравится Линк поля Там где все просматривается Насквозь Они На мой взгляд Они скучные Эти поля Потому что В Вестуре Это в середине леса Поле Скажем В ОЗО Это на берегу Кишозер Эзерса И поэтому Тут тоже лес И озеро И вода И очень красиво Все там Для глаза приятнее А линкс Это как правило На Ну как сказать На тех Это пустыня Ну так скажем Маленькие кустики вокруг Большой раф И очень сложно Как бы мячики там найти Раф это длинная трава Мы пробуем В наших передачах Разговаривать Нормальным языком Чтобы нас все понимали Хорошо Виктор Да Вы задали еще вопрос Насчет Скажем В Латвии Я сказала Лучшие ОЗО Чаще всего Я играю в Вестуре Хотя я играю И в ОЗО И в Вестуре Но Чаще всего Конечно В Вестуре Но лучшие ОЗО А вот Скажем Какой в мире Ну я сказала Мы очень много С мужем играем В полях У нас больше тысячи В копилке Везде где Мы на всех континентах Играли На всех Америка Южная Северная Австралия Новая Зеландия Африка Ну в общем Король Европа естественно И так далее Очень нравятся мне Поля в Южной Африке Ну Очень мне нравятся Потому что там Климат очень хороший И все поля Находятся по Береговой линии А поскольку в Южной Африке Береговая линия Очень большая И там много-много-много-много полей И они Имеют очень хорошую траву Очень хорошие Условия Для игры в голь Потому что там Не так жарко Как кажется Там все время Ветер с океанов Дует Обдувает И там прохладненько И трава не выгорает В том же Например Кипре Не сравнить Там летом Все выгорает И там как к асфальт Там не такое удовольствие играть А в Южной Африке Очень приятно Поэтому я бы там с удовольствием Играла еще и еще и еще раз Ну и сезон подлиннее Не так как у нас Я бы сказала Он не прекращается У них полный год играют Так что отлично Поэтому я говорю Не так как у нас Хотя в этом году У нас природа баловала Мы играли Ну без перерыва практически У нас У меня был Мне кажется Три недели Когда снег выпал А все остальное Первый Мой первый сезон Когда можно было играть Все время Да Я тоже играла И в январе И в феврале И в декабре Это зимой на гольф-поле Да В нашей Латвии родной Давай вернемся к женскому клубу Да, давайте Вот женский клуб Он, я так понимаю Что 5 часов на поле Женских разговоров Я правильно понимаю? Это игры в гольф И параллельно обсуждение Чем занимаются наши дети Во время карантина И так далее Все можно обсудить За эти 5 часов А вот после Скажем Женский гольф Он имеет продолжение в детях? То есть вот детей Приводит в гольф? Да, имеет, да А какие-то примеры? Примеры, пожалуйста Дайга пусть это Она начала играть в гольф И она обоих своих дочек Приводила в гольф Они практически выросли Все лето они проводили Там не в каких там Других лагерях А именно В Вестури гольф-клубе И там была нянечка Которая была организована Вот скажем На занятия с детками Да И мама с папой И мама с папой играли в гольф А детей тренер учил гольфу Занимались там С ними другими занятиями И так далее И обучали в гольф И они у нас Эти девочки Обе замечательно играют Старшая вообще Как говорится В профессиональной лиге Играла Но сейчас она немножко Травмирована Прекратила А так она вообще Очень хорошо И это не единственный пример Это не единственный И много Во всяком случае Я тоже своих Обоих внучек Научила играть в гольф А внучки Мои старшие Двадцать семь Второй четырнадцать Они обе играют в гольф А семилетнего внука Вот уже второй год Тренирую Так что Тащим и детей Тоже за собой И детей и внуков Всех И внуков И детей Всех Всех приглашаем И это замечательная атмосфера Во-первых Потому что детки Устают Конечно Они Но зато у нас есть О чем обсудить Они действительно Ну детям надо Давать физическую нагрузку Чтобы они себя Очень хорошо чувствовали Скажем Физически И они это любят Конечно Вот И когда они поиграют Да еще у них удается Да они еще по мячу попадут Да они хвалятся Что он эту лунку Лучше чем бабушка сыграл Боже мой Это же счастья сколько Столько Оптимизма Считается что гольф Нетрудный физически Вот насколько это правда Это неправда Гольф сложная игра И это Бытует Такое мнение Совершенно неправильное Что это игра для пенсионеров Что это такая легкая Все Как только человек Начинает играть в гольф Он понимает Как он это ошибочно думал До того Потому что Пройти 18 полей Это значит Надо примерно пройти 18 лунок Я прошу выражения 18 лунок Но это мы называем полями Каждую лунку Но Это значит Это пройти Примерно 10-12 километров Это раз Вот Во-вторых Ты таскаешься Эту сумку Тяжелую С клюшками Хорошо Ты ее на тележке возишь Но тем не менее Ты ее Толкаешь Тянешь Это тоже нагрузка Кроме того Ты делаешь удары И ударов примерно Ну там у начинающих Вообще 100-120 ударов Это тяжело Это физическая нагрузка Достаточно сильная И вот скажем Поскольку я могу сравнить Я играла в свое время Большой теннис До гольфа И до операции На позвоночнике Вот Так вот Там за час У тебя майка мокрая Да То в гольфе Это после пяти часов Скажем У тебя спина мокрая Становятся игры Ну особенно Когда жаркая погода То ты реально чувствуешь Что ты Ходила 10 километров А то иногда И 12 И вспотела И это тяжело Зонтики Мы зонтики Используем Не только против дождя Но против солнца тоже Это правда Да Это правда Действительно А что самое трудное В гольфе Ну все же Не всегда так хорошо И прекрасно У меня Самый большой минус Это Для меня Самый большой минус Это сильный дождь Мы все прячемся И клюшки мокрые И руки мокрые Да Виктор Я согласна Я тоже в дождь Очень не люблю играть И очень плохо играю Это действительно Но я знаю Гольфистов других Которые Им все равно Снег Дождь Холодно Морозно И еще что-то Они все равно Идут Идут Так как знаете Вот как охотники Там зимой ходят Им не важно Но для меня Это значение имеет Это действительно Мой результат падает Потому что если мне не уютно Некомфортно То я хуже себя чувствую На гольф поле Но это Это индивидуально А вообще Конечно В гольф Гольф это интересно И если человек Чуть-чуть азартный Он поймает Этот вот Как говорится Удовольствие от гольфа Он уже оттуда не уйдет Кстати об азарте У вас в клубе есть Ну какие-то ставки Может быть делать Или нет Нет Так обычно нет Мы можем это делать Скажем Но как правило нет Мы делаем вот такие Выездные турниры Женского гольф-клуба Где мы имеем Свой переходящий кубок Очень красивый Он как это сказать Дизайнерский Индивидуально Сделан дизайна Для нас Женщин И кроме того Мы обычно Хорошие призы Покупаем Вот на те самые деньги Которые мы собираем С членов клуба Ежегодно То мы потом Их тратим на призы На удовольствие На поздравления На цветы И так далее То есть это очень Привлекает И оставляет память Женщинам Когда она поучаствовала Но главное Я еще хочу Вот забыла сказать Вначале Когда человек Начинает играть в гольф Для него этот гольф Очень и очень Незнакомая игра Которая потребует Много участия Именно в играх Гольф теоретически Невозможно выучить Его надо все равно Идти на поле И стукать этот мяч И бить по нему И стараться попадать И так далее И это дает А вот это Это долгая Долгая такая история Но пока Женщина Только что получила Право играть На гольф поле Значит Ей надо Ей надо Не стесняться Потому что Она стесняется И мы тогда Ее берем Под свое крыло Помогаем ей Освоиться На гольф поле И она потом С удовольствием Повышает свою квалификацию И уже дальше Пошло дело дальше Передача подходит К своему Сезону К концу сезона У нас как бы Не получается Круглый год Что бы Ты хотела пожелать Женщинам Которые хотят Прийти в гольф Вот какое-то Напутствие Такое Человек Который прошел В гольфе Много-много лет Много-много времени Да Вот совет От 11-кратной Чемпионки Латвии Среди Сеньора По гольфу Женщины Вперед Не ленитесь Занимайтесь С собой Гольф Это однозначно Великолепная Возможность Себя чуть-чуть Повысит Красивая одежда Красивые поля Красивые мужчины Вокруг В конце концов И вы сами будете После игры в гольф Чувствовать себя Королевой Хорошо Виктор Что-то Скажешь? Ну Сезон Сезон Нашей передачи Подошел к концу Мы начали проект Ну с нуля Скажем Такого проекта Как Сорганизовал Александр Вместе с радио В Латвии Перед этим Не было Конечно Мы Первые Передачи Я помню Насколько Сильно Мы волновались И боялись Получится Не получится Но Смотря По тому Насколько Все-таки В гольф-клубы Приходят Новые игроки Я думаю Что у нас Хорошо Удался Наш первый Цикл передач Я надеюсь Он не последний Так что Большое спасибо Всем гостям Большое спасибо Слушателям Спасибо Александру Спасибо Радио И я Надеюсь Что мы Сможем Продолжить Этот проект В следующем Сезон И в других Сезон Да Я тоже Хочу поблагодарить Виктора Который Поддержал Этот проект И мужественно Провел его Хочу поблагодарить Радио Болтком Господина Фелдманица Отдельно Поблагодарить Надеюсь Что Сезон Мы Возобновим В следующем Году Осенью Весной Так же Как и в этот Раз Посмотрим Как будет Надеюсь Да Что мы В свою очередь Тоже внесли Какую-то Небольшую Свою лепту В том Что поля Пополняются Пополняются Новыми игроками Пожелаю Всем встречи На гольф-полях До встречи Поля Поля Продолжение следует... Продолжение следует...